Привет всем! Сегодняшний выпуск будет посвящен расшифровке даты маркировки аккумуляторов FORCE, KUNA, FAR и BALL, DOMINATOR и STOCK, Курский аккумулятор и FB еще, по-моему, они выпускают. Эти аккумуляторы в настоящий момент выпускаются на предприятии Курский аккумуляторный завод. До 2014 года производство этих марок было на заводе в Днепропетровске на Украине. Он называется Веста Днепр. В 2014 году его перенесли, вот это производство аккумуляторов, на Курский завод. И через некоторое время, в 2015 году, поменяли маркировку. Сейчас мы рассмотрим, значит, маркировку старая, которая была, и маркировку новая, с которой они сейчас выпускаются. То есть, как расшифровать на них дату производства. Единственное, что еще можно отметить, это вот многие из этих марок аккумуляторов принадлежат компании под названием BAT-BASA, которая занимается распространением этих продажей аккумуляторов. А производство они размещают на мощностях сторонних заводов. Они сами только продвигают продукты, продают их, работают с торговыми представителями. Как пример, я оставлю под видео ссылку на статью на сайте, там будет обзор аккумуляторов FORCE. Там сможете все это посмотреть. Значит, теперь маркировка. Значит, сначала рассматриваем старую маркировку для аккумуляторов легковых автомобилей. Она состоит из двух, ну, две группы цифр. 4 и 6. Значит, самая первая цифра – это номер производственной линии. Затем идут три цифры, которые обозначают индивидуальный код партии аккумуляторов. А вот далее уже зашифрована дата. Значит, первое число во второй группе цифр идет, вот здесь в данном случае три, это последняя цифра года, то есть 2013. Затем обозначается, следующая цифра – это один или два, обозначает первое или второе полугодие. А затем идет цифра, которая показывает номер месяца в полугодии. То есть, если смотреть, в первом полугодии – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, это январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Соответственно, во втором полугодии, получается, номеровка идет с июля. С июля по декабрь. Тоже с единицы до шести. Не знаю, зачем такое сделали, но вот так вот. То есть, получается, у нас аккумулятор 2013 года выпущен во втором полугодии и месяц третий по счету, то есть сентябрь. Значит, далее идет за этой цифрой номер дня, ну число, в общем, 15. То есть, вот у нас аккумулятор выпущен 15 сентября 2013 года. И последняя цифра – это номер бригады. Тут может быть либо одна, либо две цифры. Значит, это то, что касается легковых аккумуляторов. Теперь смотрим старую маркировку грузовых аккумуляторов или как бы тяжелой группой аккумуляторов, ее еще называют. Большой емкостью, они предназначены для грузовиков, автобусов и спецтехники. Значит, здесь маркировка начинается с емкости. То есть, вот идет 160 – это емкость, выраженная в амперчасах. Дальше следуют две цифры, которые показывают две последние цифры года, то есть 2012. Далее опять полугодие, то есть, первое, один или два там идет, первое или второе полугодие. И затем месяц по счету. В данном случае первое полугодие и второй месяц, то есть февраль. Дальше идет номер бригады. Числа нету. То есть числа, в какого числа месяца выпущен, нет. Здесь просто этот аккумулятор выпущен 2-го, так получается, в феврале 2012 года. Все, это вот была старая зашифровка даты производства. Теперь, какая она у них в настоящий момент, когда их уже выпускают на Курском аккумуляторном заводе. Здесь мы видим три группы цифр. Первое – это идет номер месяца и две цифры последние года, то есть март 2016. Далее одно число стоит – это номер смены. И далее идет пятизначное число. Это номер аккумулятора, который по счету выпущен в этом месяце. То есть это число каждый месяц обнуляется, то есть в каждом месяце отсчитывается заново с нуля. Вот так. То есть это получается у нас 22257-й аккумулятор, выпущенный в марте 2016 года. Вот так вот, хитро. Значит, все по этим аккумуляторам. В следующих выпусках ждите еще. Будем смотреть другие марки аккумуляторов, как у них расшифровываются даты. Если по этим что-то не соответствует, либо какие-то вопросы, пишите в комментариях. Будем смотреть. Если информация устарела, либо она неправильная, то будем исправлять. Всем удачи, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok